Ай, бла-ла-буди-ла-буда, на-на-на-на-на-на-ла-буди-ла-буда Давайте вместе в этом разберемся 2018 год ФНС и ФСБ заявляют, что магазин Player.ru не перешел на использование Онлайн-касс и не платят налоги Не платят налоги за период уже полгода 2019 год Те же самые ребята из ФНС и ФСБ закрывают магазин Player.ru на 30 дней И у них есть прямые предположения предполагать о том, что Player.ru занимается подделкой чеков 2019 год, конец декабря 2019 года И появляется сюжет на телеканале Россия 24 Где горе покупателя приобрел себе геймерский ноут Dell Alienware И так уж получилось, что ноут оказался бракованный А более того, он был восстановленный Ему отказались возвращать деньги В общем, началась шумиха И косячок-то был достаточно серьезный То, что я скажу дальше, является отчасти и моим личным опытом Потому что я совершал покупки в магазине Player.ru Но одновременно с этим я буду руководствоваться и, наверное, отзывами с, скажем так, непродажных сайтов Где буду брать информацию и предоставлять для вас ее в лучшем виде Отвечая на вопрос Стоит ли покупать в магазине Player.ru Дорогие товары, лично от меня категоричная не рекомендация к приобретению А что касается недорогих товаров А уж, кстати говоря, сумму вы решаете сами для себя Потому что это критерий оценочный Покупать можно, но Первый пункт – гарантия Не на все товары один год И даже если гарантия один год Есть вероятность того, что вы придете с поломанным товаром А магазин вам откажется возмещать стоимость Либо будет тянуть время Либо что-нибудь еще придумает, чтобы не вернуть ваши деньги Более того, если вы купили какой-то товар Например, мобильный телефон И он у вас отказался работать спустя два дня после покупки Вас также могут муружить экспертизами Короче говоря, будут всячески пытаться доказать Что, мол, ты сам дурачок А не мы тут виноваты Следующий момент Стоимость товара и оплата товара Сначала о стоимости Переходим на сайт Находим нужный товар Видим цену И вроде бы все В обычном магазине-то мы добавляем товар в корзину Оплачиваем И на этом наши полномочия закончены Но не в случае с player.ru Мы видим, что товар со складом может отгружаться по другой стоимости Которая подчас невыгодна нам И стоимость также может меняться в зависимости от оплаты От выбора вида оплаты То есть наличкой выходит дешевле А при помощи банковского перевода выходит дороже И это прямое нарушение закона Потому что стоимость на товар не может меняться в большую сторону для потребителя Она может быть только меньше По оплате товара тоже довольно интересные вопросы возникают Оплата вроде как через такском Но по сути это обычный банковский перевод Короче, доказать транзакцию возможно Но тем не менее это не стандартный формуляр для оплаты По сути это перевод от физлица юрлицу через посредника Ну даже звучит дерьмово Не говоря уж о том, чтобы пользоваться этим способом оплаты Для оплаты какой-то дорогой покупки К ассортименту товаров вопросов нет Он большой, можно купить практически что угодно А вот к качеству товара вопросы есть И я сейчас затрону две категории Это ноутбуки и телефоны Так вот по ноутбукам вы можете посмотреть Случай, что произошел в декабре 2019 года С человеком, который приобрел Alienware в Player.ru И он оказался бракованным Хотя Alienware это очень качественные продукты Что стоят достаточно дорого А вот по мобильным телефонам я сам был свидетелем ситуации Когда мой товарищ заказывал Samsung Galaxy S8 Plus Из магазина Player.ru И он оказался восстановленным Как я понял, что он восстановленный? У меня у самого Samsung Galaxy S8 Plus Я пользуюсь Пользовался им на протяжении полутора лет Никаких царапин, косяков не было А вот у рефа спустя две недели Начала слазить краска с окантовки камеры сзади И начал отклеиваться экран Понимаете? То есть свет через LCD матрицу Начал проскальзывать через зазоры Короче, объяснить все это очень сложно Но приятного мало, когда мобильник за 40 тысяч рублей Оказывается вот такого дерьмового качества Само собой было предпринято несколько попыток Отправки телефона обратно в Москву Мой товарищ находится в Екатеринбурге, как и я Но в связи с тем, что вроде как даже не был создан Так называемый RMA То есть номер претензии Отправлять-то по сути некому было Нет, точнее можно было отправить на адрес юрлица Но просто мобильное устройство никто не получил У меня не сохранилось ни поддержки, ни записи разговора Потому что вся эта ситуация произошла Ну порядка там 11-12 месяцев назад Тем не менее, служба поддержки По словам моего товарища заявила Что это, мол, ты сам дурак Твои косяки И мы вообще продаем отличные мобильные устройства А уж то, что они у тебя в руках разваливаются Это, собственно, твои проблемы А не наши, уж тем более не производители Вообще, если бы косяки магазина player.ru ограничились только лишь на вот этих притязаниях со стороны ФСБ и ФНС Я бы закрыл глаза и, мол, йоу, чуваки, ну кому какая разница Есть ли оригинальные чеки и платит ли компания налоги Если товар, который вы покупаете, качественный Отвечает всем требованиям и по самой низкой стоимости В реальности же мы видим какой-то серый черный бизнес Который не платит налоги, который торгует дерьмом Который пытается заработать на всем И даже когда вы, кстати говоря, получаете товар в магазине player.ru Вам настоятельно рекомендуют пожертвовать фонд сирот каких-то там Короче, пиздец, выглядит это все, конечно, очень наиграно Особенно для магазина, который не платит налоги Мол, вы пожертвуете, а мы не будем, а мы не будем Вы же лохи, нам какое дело до этого Если у вас были какие-то интересные истории, связанные с этим магазином Если у вас были какие-то проблемы, которые решились, либо не решились Можете о них написать в комментарии Мне будет интересно почитать Также, как интересно, будет почитать другим моим подписчикам и зрителям этого видеоролика Друзья, спасибо, что посмотрели И плес Черканите что-нибудь по магазину, о котором хотите узнать в следующем видеоролике этой серии Потому что опыта покупки в магазинах из-за рубежа и в России у меня валом Я думаю, что вам будет интересно Можно будет, кстати говоря, создавать какой-то белый или черный список Но пока все как-то, все как-то не очень Все как-то в основном про негативный опыт Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok